В Отклее 4, 12, 17. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий во тьме тени смертной им взошел свет. Что означает тень смертная, и что свет? Следующие слова поясняют. С того времени начал проповедовать и говорить. Толковать-то ничего не надо. Сегодня, повторяю, во всех храмах на пяти континентах Земли будет считаться вот это место. И ничего не изменится. Почему? А это входит в само служение. Просчитал, поставил, дальше следующее уже напирает, там дьякон выйдет, повернется, походит дымом, и дальше пошли. То есть все осталось в той же тьме, еще дыму больше напустят. Полный мрак. Это тысячелетие. Но почему не сказать тень смертная до Христа была? Это понятно. Сидит во тьме народ до Христа. Христос пришел, воссиял свет. А в чем? И он начал проповедовать с того времени. С того времени. И что тут непонятно-то? Библию спрятать, людям не давать, а кто узнал в монастырь запереть? Да это целые легионы, надо было умных людей поставить, чтобы они глушили, глушили, глушили свет тысячи лет. Я не придумаю ничего, так написано. Сейчас только прочитал, чтец, именно эти слова. Все непонятно. Так ведь патриархи сегодня в академиях учат. Выдут они с высшим образованием, да не с одним еще. И опять ту же самую тьму и мрак будет наводить, как зашифровать богослужение. А где свет? А вот диакон со свящой, когда выходит, а за ним священник несет Евангелие, так вот у Симеона Солонского поясняется, что свяща это Иоанн Креститель. Не просто мерзость какая-то у него тут с таразином намешанная. Это Иоанн Креститель. А вот священник идет сзади, глаза опустил, полумертвый. Это свет. Это образ Христа. Ведь это даже не насмешка. Это худо поставленное, прости Господи. Так почему же прямо-то не сказать слова Христову, что мы во тьме, если мы не считаем Евангелие? Евангелие не давали умышленно держали во мраке всю Россию. И в конце концов теперь газеты и выходит свет октября. В октябре взошла звезда, рассеяла броневика в Вильямском вокзале. Вот до чего мы дошли. Что такое свет? Наверное требуется пояснительное. Лампочка Ильича. Заметьте, как все повернулось к одному. Да откуда он знает? Он и веком дня не был. Он же пробку ни одну, говорит, в руках не держал. Слово свет в Библии встречается 127 раз. И везде говорится, как положительный свет. А тьма всегда говорится о каком-то поражении. Вот говорим, тьма, тень смертная. В книге Иова 3 глава 5 стих говорит. Да амращит тьма и тень смертная. Это он говорит о дне рождения своего, когда болезни пришли и выхода нет. И он проклинает день зачатия и день рождения. Дважды в Библии встречается у Иеремии. Он проклинает этого человека, который обрадовал моего отца, сказал, что родился сын. Мы несчастные люди в России. Когда меня спрашивали корреспонденты, что самое великое в моей жизни, я ответил, что я узнал, как много у Бога добрых людей. Как светильники сияют. Эти люди почему-то встретились и мне. Это и вы. И что эти люди приняли участие в моей жизни. А самое печальное, печальное самое в моей жизни, то, что я родился русским. Что я попал в такую страну, где богослужения не на родном языке, где проповедей нет. Я во тьме, в тени смертной родился. Такой же патриот. Поэтому так и говорю. Потому что я знаю, что мое отечество на небесах. И на земле все должно содействовать восхождению туда. Пленил плен, сейчас считали только, принял дары для человека. Какой плен пленил он без слов? А он пленяет нас тем, что мы красотой его охвачены. Охвачены. Какой Господь хороший. Какой Иисус милый. Какой он дорогой и добрый. Какой он мужественный и жертвенный. Это все я узнаю из Слова Божия. А его не давали. Повторяю, в 1876 году только перевели на русский язык Библию. Пушкин не держал Библию на русском языке. Лермонтов не держал. Он не видел ее. А когда ее выпустили, уже были другие писатели. То на них только в эпиграфы попали к Толстому и другим. В эпиграфы. Дальше тоже не пошло. Почему? Для домашнего чтения с оговоркой перевели. Чтоб в храм не попали. А народ там дома-то не читает. Ведь 80 с лишним процентов России это была сельскохозяйственная. А у крестьяна он зарю с зарей смыкает. Да какой же там Евангелие? Да его и не напечатали. Несколько тысяч дали на такую огромную страну. А что это значит? Тень смертная искусственно насаждалась. Россия это не святая Русь, а тень смертная. Николай Семенович Лесков, сын священника, известный русский писатель, говорит. Евангелие на Руси никогда не проповедовалось, как должно. Откуда ему было знать, как должно, я не знаю. Но что не так, это он видел. И поэтому на одном юморе, на насмешках так и проехал. Он не мог показать ни одного настоящего христианина в образах. Ни Достоевский, ни кто. Какая-то книга Ноша. Что-то юродствуют там они. И о тене смертной. Восемь раз говорит. Ни у одного автора больше о том. Почему? Великая печаль постигла его. Друзья ополчились на него. Жена восстала. Богатство ушло. Дети убиты. Тень смертная. Это состояние нашей Руси. Нам не восемь раз, а еще особо мы 72 года советского режима, тоталитарнейшего, будем испытывать эту тень смертную. Солмопевец Давыд, 22 Солом 4 стих, говорит так. Если я пойду и доленой смерти, то женство и посох они успокоят меня. Надежда где у Давыда была? На Господа. Народ, сидящий в тени смертной, увидел свет. Это то, что мы услышали проповедь Евангелия. Что Господь просветил наши очи. Что мы нашли путь к Нему и ко святому правильному крещению. И зрячих Он составляет общим. Так не будем же слепыми, если Он нам открыл глаза. Понесем этот свет другим. Покажем свою любовь. Но ведь мы имеем же сострадание слепым. Он стоит не знает как дорогу перевести. И когда зрячих машины сбивает. Про слепого то что говорится? Так и называют человек темный. Слепой темный. Вот это тень смертная слепота. Не святая Русь, а слепая Русь. Вот мне хочется что сказать. Солмопевец 43, 20 пишет так. Ты покрыл нас, Господи, тенью смертную. Вот это надо включить где-то в молитву нашу. Чтобы мы осознали, что мы потерпели с приходом христианства на Русь. Христианства на Руси никогда настоящего не было. Пришло монашество византийское, а не евангельская вера. А Павел не говорил, что подвязайтесь за уединение. Отделитесь друг от друга. Подвязайтесь за веру евангельскую. А сегодня евангельская вера это крамольные слова. Ивангельская вера. Это баптисты, христиане Ивангельской веры. Сразу туда толкнут пальцем. Солмопевец пишет 106, 10 и стих 14. «Сидящим во тьме смертной, и окованные скорбью и железом были мы, и ты вывел нас из тьмы». Говорит, конечно, он об израильском народе, бывшем в плену у Параона. Но ведь мы-то в не лучшем состоянии, когда не знаем Господа. Какие только дела не делали. О чем, говорит, стыдно говорить. Где мы были? Вот эта тень-то смертная. И мы сами, пленники этой смертной тьмы. Да как мы должны имя Господа всюду повторять? Да слава Христу! Не «спаси Бог», который ничего не значит. Говорит сокращенное «спаси Бог» или «спаси Бай» падали перед монголами. А «спаси Христос». Чтобы слово «Христос» переполняло нас. Чтобы аромат этого слова распространялся всюду. Как хорошо, что мы знаем это имя Его. Иисус Христос, Бог Отец Иегова, послал Его. Настоящие свидетели Иегова, это только мы, православные, а не еретики. Мы должны быть свидетелями того, что Бог Иегова возлюбил мир. Отдал Сына Своего Единородного. Иисус Христос еще знает. А как скажешь Иегова? Это что-то новое ты. Какое-то сектантское слово. Мне одна пишет верующая. К нам приехали люди и проповедуют и говорят Иегова. Так это кто у них? Враг какой-то. Божий. От освященника довели до этого, что человек говорит хульные слова на имя Божие, считая, что это имя врага. Пророк Иеремия 2.6. Итак, по пустыне водил нас по путям непроходимым по земле тени смертной. И вывел нас на простор через Слово Божие. Ты можешь лежать на постели и идти пространным путем. Можешь гонять на самой современной машине. Но если ты не знаешь Христа, ты во тьме смертной, в пустыне безлюдной. Иеремия 13.16. И вот когда вы будете ожидать света, а я скажу духовного возрождения, о чем патриарх пишет в России возрождением, то он обратит его в тень смерти и сделает тенью. Никакого возрождения нигде нету. Все эти газеты, что пишут сегодня мощи, расчленяют тело, дробят, развозят, не спросив самого хозяина, разрешил он. Крестные ходы, это оживляш. Это по образу мира всего. А вот теперь Коробейниковская получила статус общероссийский. Ну и что? Ну получила вселенский статус икона, она была иконой, осталась. Тебе-то от этого легче разве? А люди такие же в тени смертной. То есть икона, получившая государственную статус, находится в тени смертной. Я обязательно от этого добавлю. А где же просвещение во свете Евангелия? И сказали, вот Коробейниковская икона, смотрите, люди были мужественные, они спаслись. Там была темная Олюшка, а она Бога знала. Она знала Евангелие. А мы стоим в пастыре. И что попало делаем? На Ярдань, на Обс сводили. Ну сводили людей, покупались, люди для здоровья как бы пошли. А нужно-то не это, погрузиться в благодать Божию. Христос говорит, желают, чтобы были крещены Духом Святым. Пророк Амос 5.8 говорит, кто притворяет смертную тень в ясное утро? А сколько сегодня плачущих и рыдающих по всему миру? И мы должны им показать, что эта тень смертной никогда не кончится. Из этой тьмы вы пойдете в вечный ад, если не познаете Господа. Он говорит, Я есть свет. Порадуйтесь во свете, пока Он здесь. Матфея 10.27. Что говорю вам в темноте, говорит Господь, то говорите при свете. И что слышите на ухо, то проповедуйте на кровлях. Распространяйте этот свет. Не теряйте время. Не ждите лучших времен. Старость, она подойдет, даже не заметишь. Спроси любого старого. Заметил, как жизнь прошла? Ничего не заметил. Это если еще плоды какие-то есть, ты еще вспомнишь, были собрания, песнопения, ночные молитвы, радости. Евангелист Иоанн, первое послание 1.5, говорит так. Вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. То есть не монастырь, он спрашивал. Мы услышали, Иоанн говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Кто бы что ни сказал, мы скажем, ничего нет лучше света. Этот свет Бог дал православной церкви. Он дал вселенские соборы, каноны, как вехи на этом пути. Какие мы счастливые. В 2-м послании Коринфянам 4.4 апостол Павел говорит о том, кто этот свет не дает. Научный атеизм, марксизм, ленинизм. И этот свет для них не воссиял. Они уже навсегда ушли. Были знаменитые колхозы, в их честь назывались. Где? Ни колхозов, ни этих людей нету. И все это для того дело, что для неверующих не воссиял свет, у которых Бог века сего, дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоовествования. И так, как священники попы не посылали людей и сами не знали, то выполнила была работа дьявола, Бога века сего, а не Бога иеговы, чтобы не воссиял свет истины через Евангелие. Прямо из этого стиха исходит. И те, которые вылавливали юноши и заключали в монастырь, они не хотели, чтобы эти юноши, получив познание, шли в мир и проповедовали. Вот у Достоевского братья Харамазовых Алешка полностью прилепился к монастырям, а он говорит, иди в мир, там братья твои, иди, и он дальше женится, дети будут. Ну, он все не знал, он в нашей общине не был, на занятия к нам не ходил, он бы был не таким героем. Свет познания истины. И 4, 6. Бог, повелевший из тьмы воссиять чудному свету Своему, озарил сердца нашим, чтобы просветить нас познанием Слова Божия в лице Иисуса Христа. Все расшифровано. Чтобы для нас воссиял свет через познание Слова Его, Евангелия, и день, и ночь. Сегодня буду читать, и я вот уверен просто, имея опыт, что в 20 тысячах храмов России нигде не будет говориться о вине священников. Чтобы священники вышли и вынесли с собой ведро пепла и сыпал на себя и на друзей, мы в пепле и прахе. За миллионы погибших мы просим, простите нас. Мы вас во тьму смертной тени завели. Да сектанты-баптисты никогда бы не возникли, как бы ни они, я повторяю, я бы не знал, я через них это узнал. Мне свет там бы сиял, не в православии. А меня глушат и глушат уже 44 года здесь. Православные. Тьма носителей. Салмопевец Давид 17, 29 говорит, ты возжигаешь светильник, который дал мне Господь, Бог мой просвещает тьму мою. Мы это можем сказать, а где нет Евангелия, никто не может эти слова сказать. Апсалтыр считает у старобрядцев, сорок раз над одним покойником сорока уст заказать, ты просвещаешь тьму мою. А какую тьму мою? Ты его, свет-то и не видал, бормочешь только стоишь-то. Ты думаешь, свечка это свет-то? Свет-то это познание истины через Дух Святой, чтобы Дух Святой был учителем и путеводителем. Салом 18, 9. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Где эта заповедь? Евангелие. В Библии, которую скрыли, которую не давали. Прославляемый в церкви православной Дорофей. У него юноша-досифей. Хочет познать свет, отче. А как это место понимает? Два раза обратился, уже надоел на второй раз. Не поленился пойти к настоятелю и говорит, навязался на меня. Молодой офицер, принял монашеса, все. Я к тебе пришлю, ты пришлю, ты там приготовь палку. Отбузуй его как следует-то. Еще чего захотел в Библию узнать-то. То есть у него искорка появилась, и они оплевали его, они избили его. А потом удивляются, какой он кроткий. Он его как побил. И он пришел с синяками, говорит, а что синяки? Настоятель меня, чтобы не надоедал. Вот так побил маленько. Хороший настоятель-то наш. А потом говорит, и когда я пошел, он мне как дал по спине, у меня что-то как отскочило там. А я не обижаюсь. Вот молодец досипей какой. Вот это вам бронзель взяли. А что вы, звери, сгрызли его? Про это нигде ни слова нет. Сидят, а кто выше меня в пустыне? Антоний Великий, сер этот, и премсирин. Вот доходит, наконец, до такого тщеславия. И Господь им открывает, идите, учитесь, и каждый раз посылает почему-то к женщинам. Никак, да притом к женщинам незнатным. Живут две на общественной кухне, за двух братьев вышли, никогда не встречались. И ни одна другая кастрюлю на голову не надела. И молятся. Вот это хорошо. А другая блудница его научила. И дальше она сказала, говорит, ты смотри в земли, ты из земли. А что ты на меня смотришь? И он вернулся. Какая мудрая женщина. Но если она мудрая, почему ты имя ее не узнал, чтобы мы ее канонизировали? Она мудрее тебя, мудрее с бородатой. Заплеснила этой пустыней-то. Тебя Бог вытряхнул и сказал, что ты набиваешься. Там вон две женщины живут. А что вы делаете особенно? Вы святые. Да какие святые? Сегодня ночью с мужьями ложи раздевали. Нашел святых. Но перед Богом ложа не помешала. Их мирный, кроткий характер показал, что они отсиянны этим неизреченным тройственным светом. Он возжигает тему мою. Евангелист Иоанн 1.9 говорит, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть дает разум. Это свет называется. Этот разум гасить не надо водкой, табаком, наркотиками. Пустыми разговорами. Телевизоры выключить они не нужны. Повторяю, у меня нет и я не нуждаюсь. Спрашиваешь, книги прочитали? Нет. Вопросов никаких нет. Думаю, что многие из нас все еще во тьме находятся. Что быть мы не было, ее надо гасить каждый день в светильник утром разжигать. Читать Слово Божие. Неси его другим. Уча другого я и сам учусь. Солом 42.3 Пошли в свет Твой и истину Твою. И доведут они меня и приведут на святую гору Твою. Свет и истина это все в Боге. Это его дары. Духа Святого через Слово Божие. И 1 Иоанн 2.8 говорит. Проходит этот мир. И свет во тьме светит. И дарует нам жизнь. И 1 Иоанна 5.20 Он даровал нам свет познания Бога. Чтобы мы познали Его в истинном Сыне Его. В котором есть свет и жизнь вечная. Вот одно слово, которое сказано здесь, что в стране Завулоновой, как у нас в Затоне, и везде, чтобы воссиял свет истины. Этот свет истины позволил нам найти Христа, увидеть друг друга, составить эту общину. И в этот день, считай, очень близко к нам это подходит. У нас все сознательно пришли. Мы поняли, что мочение лобов это не крещение. У нас даже приезжают, крестятся священники, которые не были погружены в троекратное погружение. Будучи священниками, они дополняют, восполняют недостающие им. Потому что свет воссиял для них. Свет воссияет для кротких, для смиренно приемлющих наставления Господня. И этого надо сегодня просить. Позаботьтесь о тех, которые рядом с вами, о близких, родных. И всех их приведите к свету истины. К Иисусу Христу. Аминь. Аминь.